Всем привет! Продолжаем путешествие по Английской набережной, но опять поговорим о Тенишевых. Это уже Английская набережная 6. Она тоже им принадлежала, как и 14-я, о которой я говорил ранее. Первый владелец дома на Английской набережной был князь Черкасский. Архитектор Бассе переделал интерьеры второго этажа, перестраивал хозяйственные флигели и так далее. В 1860-х годах участок приобрел пабрикант Эдуард Петрович Козалет. Он тоже перестраивал дом. В 1882 году дом перешел в владение Санкт-Петербургского международного коммерческого банка. Был перепланирован. Ну а Вячеслав Николаевич Тенишев был одним из пайщиков банка. По существу он был хозяем этого дома. Большую квартиру с окнами на него. В правой части на этого дома занимала жена Тенишева Мария Клавдина. Мария Клавдина Тенишева, рожденная Питковская, родилась в 1858 году, 20 мая в Петербурге. Обладала великолепным художественным вкусом. Вот, к примеру, Николай Константинович Рерих называл ее настоящей Марфой Посадницей. Она собирала акварели, была знакома с художником Веснецовым, Рубелем, Рерихом, Малютином, Бенуа. Правую часть дома, где она жила, часто называли Эрмитажем. И здесь она принимала гостей, среди которых тоже был Бенуа, художник Местеров, прокурор Синодов, Виноносцев. Между прочим, здесь начались отношения Ильи Репина с Натальей Борисовной, Норман Северовой, будущей второй женой художник. В 1903 году, после смерти Вячеслава Николаевича Тенишева, весь дом перешел в Голдове. Действительно, здесь были так называемые Мюсаровские понедельники, на которых участвовали Бенуа, Бруни, Вещагин, Куинджи, Лакгорьев, Маковский, Мещевский, Рерих и другие. Был концертный зал, размещалась театральная школа Суворина. Кстати, здесь в 1909 году составилась премьера «Женить бы Мусоргского». В 1910 году Мария Клавнина отдала дом для проведения общественных мероприятий. Но через некоторое время началась революция. Естественно, дом был занят солдатами, которые спали на штучных итальянских паркетах, как она сама писала. Она эмигрировала из России, уехала во Францию через Крым. И в 1928 году она скончалась в Парижском при Грессен-Клуге. И вот в микрологии, который посвящен Марии Клавниной, была написана Билибином. Всю свою жизнь она посвятила родному русскому искусству, для которого сделала бесконечно много. Это действительно так. Кстати, она была членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. Имела почетный диплом от Итальянского министерства народного просвещения. И была почетным членом Римского археологического общества. Вот такая история про этот дом и про тех людей, которые здесь жили. Я вам все рассказал. Все. Всем пока. Всем привет.